. Новый популярный король, красивый этап певец, просто слово. Димаш, привет дорогие слушатели, нажмите на колокольчик, оставят комментарий. Певец популярный король, Димаш Голдмусич, который стал первой остановкой его гастролей в году. В ту ночь у Димаш был хороший уровень жизни, четыре языка на казахстанском, китайском, британском и французском языках. Потрясающий танцевальный дизайн, вызвали энтузиазм поклонников и ночь всего города. Сваровский платье на заказ дань, Майкл Джексон, вечер концерта был создан известным дизайнером Зальди, который работал с такими звездами, как Майкл Джексон, Леди Гага и Бритни Спирс. В дань памяти Майкла Джексона, красная кисточка на сундуке превратилась в искреннего божества для идола после танцевальных шагов. Суинг. О вдохновении дизайна этого костюма, Залди сказал, когда я увидел, что чувство Димаш очень мягкое, я применил концепцию военной формы МЁт к современной идее джинсовой ткани. Так что вы увидите джинсовую куртку в качестве образца. Разработанный в стиле западного денима и рубиновых кисточек, я выбрал твердень и прозрачный белый кристалл вместо кристалла с нижним покрытием, чтобы сделать его более блестящим. Национальный музыкальный инструмент «Битва за Казахстан и Китай» ведет новую модель культурного обмена. Будучи посланником музыкальной культуры на поясе и дороге, Димаш, который привержен международным музыкальным и культурным обменам, никогда не забывал использовать музыку для распространения культуры обеих стран. Кончики пальцев отскакивали от молодых людей, которые любили домбру, а затем перенесли два национальных музыкальных инструмента на концертную сцену. Исполнение национальной инструментальной музыки между двумя странами открыло новую модель музыкальных и культурных обменов, а также подтолкнуло концерт к еще одной кульминации. Димаша сказал, смысл организации этой программы в том, что я хочу выразить, у музыки нет границ, я очень тебя люблю, я самый счастливый певец из-за твоего существования. Дима и спасибо за первую годовщину. Время года, в два с половиной часа спектакля, также формирует молчаливое понимание, которое можно передать без слов, светящийся жезл в руке и свет сцены. В эту ночь переплелись не одни. На сессии Энчури Димаси принес две веселые казахские песни, побудив танцоров к расширениям с обеих сторон, чтобы продолжить взаимодействие с поклонниками, и продолжил говорить спасибо. Таинственный эффект Снежной горы, созданный на реальной виртуальной сцене, Димаш как принц из сказочного замка, ласковый дебют. В дневное время, похоже, все вернулось в год назад, момент, когда иностранные подростки вышли со сцены певица, зрители двинулись. Полных людей в любви и ненависти, Димаш. В звуках «Подари мне любовь» и «Терновый венец» прозвучало великолепное чувство одиночества. В дополнение к возрождению классической песни «Сось», шоу должно продолжаться, и его оригинальной работе и незабываемый день в возрасте 17 лет, плюс фунты, чтобы отправить «Живая планета», «Война и мир» и другие новые песни, чтобы прослушать преимущества. Эти песни впервые прозвучали на концерте в Чанши, и их искали поклонники. В частности, китайская танцевальная музыка «Живая планета», редко встречающаяся в песнях младших братьев, была коллективно обвинена в том, чтобы догнать источник. «Только начинается» — это имеет особое значение для Димаш, был официально показан, вошел в жизнь публики. На концерте он не разбирался в словах, специально записал видео благодаря всем встречам в прошлом году, заразил сцену. В году мировое турнир Димаш будет перенесено в большее количество мест, этот талантливый откроет его Димаш, дань уважения. Дорогие слушатели, оставьте комментарии и нажми на колокольчик. Продолжение следует...